широконосые обезьяны единственные за исключением человека приматы живущие на американском континенте их ареал простирается от южной мексики до северной аргентины в отличие от обезьян старого света у широконосых обезьян ноздри направлены вперед а носы в целом крупнее и шире пожалуй самым известным из этой группы приматов считается бурый капуцин бурый черноголовый капуцин или фавн примат средних размеров питается фруктами орехами яйцами и мелкими животными капуцины пользуются заслуженной репутацией умников это один из наиболее сообразительных видов приматов мира одна из отличительных особенностей этих животных способность выходить с достоинством из всевозможных неудобных жизненных ситуаций демонстрируя при этом чудеса смекалки мы дали капуцинам полиэтиленовую бутылку наполненную сладким виноградом с крепко закрученной пробкой в природе капуцины похожим образом достает вкусную мякоть из орехов и других жестких плодов они разбивают их о камни и извлекают съедобную для них сердцевину впрочем эксперимент с бутылочкой это не просто шутка это один из важных элементов обогащения среды обитания приматов очень важно чтобы животные ни в коем случае не скучали и не утратили навыки природного поведения фельдман эко парк проживает целая группа бурых черноголовых капуцинов или фавнов их отличительный признак конечно помимо природной смышленности два выразительных хохолка на голове их наличие зрительно делает мордочку животного несколько квадратной а еще только капуцины сворачивают свой хвост кольцом во время лазания по деревьям капуцин часто пользуются концом хвоста с помощью которого хорошо цепляется за ветки но повиснуть на нем не может это добродушные общительные и милые обезьянки недаром во многих странах нового света с незапамятных времен капуцины были животными компаньонами человека примерно так же как мы сейчас держим дома обычных кошек и собак ранее люди держали капуцины